С ними шутки плохи, ведь они вооружены по последнему её слову. Команда КВН – клуб литераторов Республики Башкортостан, финалист Центральной Краснодарской лиги Международного союза КВН. Как говорится в поговорке «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», в КВН-середине генералом стать – это, естественно, играть на Первом канале. В этом году правительство Республики Башкортостан решило обратить на КВН внимание и инициировало создание сборной республики по КВН. Очень долго я играла в разных командах, пока не пришла к клубу литераторов. Закончивший университет я поехала в Москву. Наверное, всё-таки попробовать себя. После полугода мне позвонил Денис Кагарманов и позвал меня в сборную Республики Башкортостан. Мы поехали в Сочи. К сожалению, там мы выступили не очень хорошо, но после этого мы собрали совсем другую команду, другую по текстуре, по уровню юмора, по уровню актёрского мастерства. Веяние времени и КВН уже предъявляют некие другие требования команде. То есть это должна быть не просто команда, где набор каких-то там случаев миниатюр, а всё-таки требования к литературе, больше к шуткам, к репризам, как основа. И наша команда, которая ездила в Сочи в январе, она выглядела одной из там 300-400 команд таких же. Поэтому поставился вопрос о том, что нужно как-то выделяться, нужно из этой команды сборной создавать команду, которая бы чем-то отличалась от других, чем-то удивляла. Наверное, вот эта поездка в Сочи, она дала нам всем понять, куда нам нужно двигаться. И мы поняли, создали, скажем так, некий бренд клуба литераторов, в котором играют, я считаю, только достойные виды. Разработали, наверное, вот этот образ, то, что литераторы, клуб литераторов, некий формат заседания в КВН. Такого ещё не было. Что из себя представляет концерт? Те, кто не видел, да, те, кто не имеет представления пока что на команде. Это некий клуб литераторов, который клуб по интересам, где люди различных профессий вне данного клуба объединяются одной общей идеей. Это, можно сказать, некий сериал, некий КВНовский сериал, который переходит из одного выступления в другое и который должен заинтриговать зрителя. Мы относимся к этому очень серьёзно, мы готовимся, пишем. То есть, как обычная работа. Люди садятся с утра и до вечера пишут шутки. За этот год, если не соврать, рукописного текста, даже не рукописного, а напечатанного текста у нас. Наверное, если брать листы А4, да, где-то 4 пачки листов А4 у нас чисто написанного текста, напечатанного. Мы имеем, в принципе, все шансы достойно представлять республику и дальше. Всё будет зависеть от выступления на фестивале международном, который состоится в декабре. Будем держать, наверное, кулачки, готовиться, надеяться на самих себя. Клуб литераторов не умеете читать, пишите книги. Берите пример с нас. КОНЕЦ